Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок! С вами Анастасия Гулис. И сегодня я хотела бы вам рассказать о том, как я сею лук. Наверняка вы выращиваете лук из сивка, однако возникает периодически необходимость выращивать лук из чернушки. Что такое чернушка? Чернушка – это семена лука. Поскольку они покрыты такой черной семенной оболочкой, их и называют чернушка. Они достаточно крупные семена, не очень мелкие. И сеять их довольно легко. Но есть определенные особенности при посеве лука. Какие виды лука и сорта требуют посева семян из чернушки? Ну, во-первых, далеко не во всякой климатической зоне можно вырастить товарный лук, не сивок, а именно репку, из чернушки за один год. Для этого можно прибегать к рассадному методу посадки лука. А также чаще всего люди при этом используют посадку лука сивка, чтобы получить гарантированный результат. Но если вы все-таки решили попробовать вырастить лук, репку, из чернушки, то есть определенные моменты. Выращивание рассады из чернушки чаще всего предлагается делать при выращивании выставочных сортов лука. Но одним из таких сортов является лук эксгибишен. Он так и называется, выставка эксгибишен по-английски означает. Кроме того, из чернушки выращивается рассада лука порея. И в принципе все эти семена высеваются приблизительно в один срок. Чаще всего в умеренной зоне, в которой относятся Беларусь, центральная Россия и северо-западная, высевают лук на рассаду приблизительно в конце февраля, начале марта. Дело в том, что рассада лука, она не выносит недостатка света. Сами по себе всходы лука, они достаточно тонкие и очень легко полегают, если недостаточное освещение. Поэтому сеять на рассаду раньше, чем последняя декада февраля, лук не рекомендуется. Поскольку хорошего результата вы вряд ли дождетесь. Ну, как производится посев лука? Поскольку семена у него черного цвета, получить достаточную плотность и не загустить наш посев на почве достаточно сложно. И есть один такой момент, который помогает мне справляться с этой задачей. Наверняка вы, может быть, сами и слышали, и используете этот способ. Это посев на снег. Кроме того, что он помогает нам равномерно распределить семена по поверхности почвы, он частично их заглубляет в землю. Чем тоже нам помогает. Используя снег, мы можем добиться равномерного их размещения по поверхности. Конечно, по черной земле это сделать намного сложнее. Если вы видите, что у вас где-то семена распределены не очень хорошо, можно вот такой шпажкой деревянной или палочкой для суши, очень хорошо для этой цели подходит, распределить семена наилучшим образом. После того, как снег растает, семена будут затянуты в почву. Это произойдет приблизительно через 15 минут. Но, если вы сеете в одну емкость несколько сортов, у меня здесь один сорт, это сорт лука Ветрость, это лук белорусской селекции. В принципе, вы можете посеять какие-то другие семена. Например, лук Эксгибишн, поскольку это семена произведены в Голландии, они только расфасованы в Беларуси, имеет защитное покрытие, которое помогает более равномерно распределять эти семена по поверхности почвы. Кроме того, важным моментом является обозначение ваших посевов. Старайтесь любое действие по посеву семян сопровождать этикеткой. Я для этикеток использую кусочки белого пластика, обработанные растворителем, чтобы карандаш простой на них лучше писал. В качестве сопроводительного текста следует указать название сорта, который мы сеем. Но я всегда еще указываю дату посева. Для того, чтобы поддерживать постоянную влажность воздуха и почвы и по минимуму поливать наши сеянцы, как правило, я закрываю посевы стеклом. Есть еще другие способы, например, укрытие полиэтиленовой пленкой, но это не так удобно. Можно использовать обычное оконное стекло, можно использовать кусочек органического стекла прозрачного, можно использовать поликарбонат сотовый, гладкий, ровный, для того, чтобы он плотно прилегал к поверхности, к верхней части вашей емкости или горшочка и не давал влаге излишне испаряться. Лук чернушка всходит, как правило, если свежие хорошие семена, на 10-14 день с момента посева. И в этот момент вы увидите появляющиеся из земли маленькие петельки, которые, собственно говоря, и дали название такой культуре, как лук. В русском слове слово лук означает инструмент, из которого стреляли. И по форме он как раз очень сильно в натянутом состоянии напоминает всходы лука. Ну, теперь нам осталось дождаться появления всходов лука. И спустя приблизительно 2-3 недели с момента появления всходов, их в зависимости от того, насколько они редко взошли, либо очень густо, либо рассаживают на рассаду в отдельные емкости, для того, чтобы было удобнее высаживать в открытый грунт, и наши сеянцы меньше сплетались между собой. Либо, если наши всходы достаточно редкие, мы их оставляем в той же емкости, только проводим небольшие подкормки азотными удобрениями. Также можно включать калийные удобрения в небольших количествах, для того, чтобы наши сеянцы развивались хорошо до момента высадки их в открытый грунт. Надеюсь, мой рассказ был вам полезен. Жду ваших вопросов и уточнений в комментариях. До новых встреч на канале Процветок. С уважением, Анастасия Гулис. Подписывайтесь, ставьте лайки. Субтитры создавал DimaTorzok